Комплекс упражнений для восстановления коленных суставов состоит из трех упражнений. Первое упражнение длится 3 минуты, второе упражнение длится 5 минут, и третье упражнение длится 3 минуты. Итак, что нужно делать? В первом упражнении мы просто стоим и медленно, как это делать сейчас буду я, сгибаем и разгибаем ногу в коленном суставе. Медленно согнули, разогнули, согнули, подержали, разогнули, замерли, согнули, подержали, разогнули, замерли, согнули, разогнули. Так делаем где-то 30 секунд, потом меняем ногу, и то же самое. Где-то по 30 секунд, по 30, по 40, по минуте, насколько хватит у вас терпения. Важно, чтобы время выполнения на левую и на правую ногу совпадало, и в общей сложности должно занимать у вас 3 минуты. Второе упражнение. Делаем такой себе полуприсед, спину ровно, руки можно перед собой, можно сделать так, как я сделал, и просто стоим, держим, 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 держим. Насколько нас хватит? То есть это упражнение занимает у нас 5 минут, а это вместе с отдыхами. Устали, оп, походили. Ну, я, естественно, могу дольше постоять, но видео затянется. Размялись. Время отдыха должно быть минимальное, которого вам будет достаточно для того, чтобы восстановиться к следующему подходу. И дальше то же самое. Ну, и так 5 минут. Упражнение третье. Для этого упражнения нам понадобится стульчик. Садимся на стульчик и поднимаем ноги. Как-то можно удобно взяться руками за спинку стула. Да, стул должен быть со спинкой. И поднимаем одну ногу медленно, задержав ее на секунду-полторы. И опустили. Подняли медленно. Задержали. Опустили медленно. Подняли. Опустили. Подняли. Опустили. Делать так по 20-30 раз. Можете по 20-30, по 50 раз. Сколько хотите. Важно, чтобы количество повторений в каждом подходе на левую и правую ногу совпадало. И количество подходов было, естественно, четным. Чтобы общее суммарное выполнение упражнений на левую и на правую ногу было одинаковым. Делать это нужно 3 минуты. Этот комплекс очень простой, но он крайне эффективен. Делается это, естественно, в связке с всеми теми упражнениями, которые есть в программе тренировок. То есть, я стараюсь своей программой не напихивать каких-то танцев с бубном, которые создают впечатление какой-то супер методики и дают тот же результат, что и простые какие-то примитивные эффективные вещи. А в интернете на восстановление суставов колен можно найти много-много разных-разных-разных вещей. Но, опять же, можно увидеть такое вот упражнение. Вот такое вот упражнение, оно будет казаться более эффективным. Но на самом деле это иллюзия эффективности, потому что движение вот здесь осуществляется исключительно за счет, вернее, в основном за счет голеностопа и за счет тазобедренных суставов. То есть, колено у нас гнется только в одном направлении. Вот. Согнуть и разогнуть. Согнуть и разогнуть. То есть, в стороны, если вы зафиксируете ногу и попробуете погнуть туда-сюда, ну, не получится. Соответственно, в данном, от данного комплекса нам нужно что? Нам нужно просто медленно сгибать и разгибать на протяжении определенного времени свои коленные суставы, чтобы стимулировать выработку суставной жидкости. Ну, и вот это мы делаем для того, чтобы поступила кровь, чтобы разогреть наши ноги, разогреть наши колени. И таким образом повышается эффективность данных упражнений. То есть, можно было бы делать что-то динамическое, но поскольку с суставами у нас немножечко проблемы, то мы делаем статическое упражнение. На этом все. Делайте этот комплекс той регулярностью, которую я указал в программе, и все будет прекрасно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...